Да я зуб даю, что обязательно приеду в Бендерскую крепость. Муса-капитан обычно называл меня генералом. Давай, поехали, три-четыре. А, он только бедрами, только бедрами. Неси брынзу и стакан вина! Боли, саноси. Всем привет, это программа «Голевая передача». Это очередная серия, очередной футбольный подкаст. С вами Ольга Пченичная и Эльдар. Привет. И на этот раз у нас в гостях защитник шерифа Нана Кваме Буачье. Привет. Привет. Нана Кваме Буачье родился 5 декабря 2005 года. Рост 187 сантиметров. Красавчик. Вес 77 килограммов. Весомый человек. Играет на позиции центрального защитника за сборную Ганну. У-20, это молодежная, да? Сыграл 6 матчей в Молдавской футбольной суперлиге. Провел 8 матчей, учитывая, что сейчас прошло 9 туров, то это, в принципе, основной игрок команды, учитывая, что парню-то... 18 лет. 18 лет, совсем молоденький. Где мои 18 лет, да? Совсем молоденький парень. Ну, давайте разберемся. Полное имя Нана Кваме Буачье. Давай по традиции определимся, как тебе приятнее, чтобы мы тебя называли. Нана или Кваме, или как? Буачье. Или Буачье. Меня называют по-разному. Кто-то Нана, кто-то Кваме, но мне нравится, когда меня называют Нана Кваме. Нана. Отлично. У нас такая есть группа музыкальная. Группа почти Нана. У нас есть такая группа, да. Но мы бы хотели спросить, значит ли твое имя, оно как-то переводится, что-то оно значит на твоем родном языке? Не-не, Нана и Се... Если дословно, то мое имя переводится как Король. Это значит Король? Да, да. Король? Нана это Король. Ух ты, ничего себе. А ты знаешь, что твое имя означает? Мое? Да. Ольга, Святая. Да, у меня просто как бы был учитель, я помню, как сейчас, учитель географии в младших классах, и он говорит, называйте свои имена, и что означает, я сейчас скажу. Когда до меня дошло, ну, у тебя как бы хоть еще определено, где-то я видел, даже на кружках пишут, Ольга, Святая. У меня, знаешь, что он сказал? Сказочник. Эльдар Сказочник? Слушай, ну тебе подходит, а так же, как и нашему гостю, подходит Кинг, это король. Мы надеемся, что Нана станет кинг оф футбол в Приднестровье. В любом случае, по поводу Кинга еще спешу заметить, твой коллега Ндиага сказал, что ему нравится, когда его называют кинг тоже, но конг. Кинг-конг? Ничего себе. Ну, а какой ты кинг? Мне больше нравится король лев. Продолжаем, друзья. У нас традиционно наша рубрика называется «Она на выезде», говорим о Приднестровье, потому что ребятки приезжают из других стран, и нам, конечно же, интересно, что они думают о нашей республике. Когда приходили твои одноклубники, Владимир Мамучашвили и также Ндиага, они сошлись воедино, что здесь очень круто, здесь очень комфортно. Да, но у них мало времени, и поэтому они все время проводят на базе и совсем не гуляют. Гуляешь ли ты по городу или совсем не остается времени после тренировок? Да, в основном мы находимся на базе. У нас тренировки, поэтому не до прогулок, но так как сейчас пауза для игр сборных, мы с друзьями ходим по городу, пробуем местную еду, а еще любим потанцевать. Слушайте, ну по поводу танцев, я не знаю, веришь ты или не веришь в судьбу, мы не знали, что так произойдет, но у нас есть для тебя очень крутая штука, мы обязательно сегодня потанцуем, но хотели бы вернуться к республике нашей, к Приднестровью. Есть ли места в Тирасполе, ну, может быть, ты в других городах бывал в Приднестровье, которые напоминают тебе о родине? Когда я снимался в программе «Главная арена», меня отвезли на речку, чтобы я там порыбачил. У меня в стране тоже рыбалка очень популярна, поэтому этот момент мне напомнил о родине. Круто, казалось бы, да, на какой еще точке соединится футболист из Ганны и Приднестровский рыбак, но, значит так, мы гуглили про Ганну, мы гуглили про твою родную страну, хотели узнать, что же там находится и поняли, что там очень много крепостей и фартов. Был ли ты в Бендерской крепости, например? Я не был в Бендерской крепости. Тут понятно, что без перевода. Ну, смотри, я, допустим, ссылаюсь только на то, что как бы много тренировок, очень занят, человек спортсмен, поэтому ему сейчас нет до посещения каких-то культурно-массовых мероприятий. У тебя есть прекрасная возможность вместе с нами сейчас посетить Бендерскую крепость. Вот, внимание на мониторчик, мы сейчас с тобой 3D-тур пройдем по Бендерской крепости, покажем тебе, куда ты можешь пойти. Вот смотри, это Бендерская крепость наша, с высоты птичьего полета, вот так она выглядит, но это большая-большая парковая зона, это парк Александра Невского называется. Вот здесь вот есть кафе, где можно кофе попить, отдохнуть, кстати, потанцевать. Здесь вот такая вот площадочка, а вот это вот такая вот аллея, крутая вообще, крутая аллея, по которой можно прогуляться, очень много зелени, как ты видишь. Это у нас сцена, где проходят мероприятия, вот там ривер, как ты говорил, вот там Днестр, где ты рыбачил. Пищинг-ривер, да, и все остальное. Все, что можно наловить, а вот здесь, вот здесь, вот это та зона, которая именно историческая, историческая зона. Внутри вот такая вот история, понимаешь, это комната пыток, кстати. Там есть, да, комната пыток, и мне кажется, что тебе было бы очень интересно, например, посмотреть, как и любому, собственно, человеку, который приехал в нашу республику, потому что, ну, старинная, интересная и прямо здесь. Мы хотим, чтобы ты все-таки посетил крепость и сравнил ее с крепостями из Ганы. Пообещай нам, что ты сходишь в Бендерскую крепость и все там внимательно посмотришь. У нас на районе вообще говорят, когда, ну, типа, если обещаешь, смотри, Нана, когда обещают точно, они говорят, зуб даю. Поэтому надо, чтобы ты сейчас зуб даешь, что пойдешь точно в Бендерскую крепость. Да я зуб даю, что обязательно приеду в Бендерскую крепость. Окей, бро, окей. Ну что, мы двигаемся дальше. Не знаю, в курсе ты или нет, но мы пообщались тут с футбольными экспертами, да? Абсолютно верно. Они нам сказали, что ты парень, подающий очень большие надежды, что за тобой сейчас следят многие европейские клубы. Как ты к этому относишься? Знаешь ты вообще об этом или нет? Не-е-е. Да, я в курсе, что за мной следят многие европейские клубы. Для меня сейчас самое главное не получить травму. Я каждый день молюсь и прошу Бога, чтобы травмы меня обходили стороной, так как моя карьера только началась. Двигаемся далее, друзья. На очереди у нас рубрика «Подкат сзади». Она, я думаю, уверен и знает о том, что подкат сзади – это плохо, потому что он защитник все-таки, потому что могут и удалить. Из названия уже следует, что что-то вот что-то будет неординарное. Что-то такое, да. Неудобненькие вопросы у нас сейчас. Неудобные вопросы. Парочка буквально, и вот он первый. Так, мы вот твоему одноклубнику, Ниага, задавали такой вопрос. Есть ли прозвище в команде? Он говорит нет. Мне кажется, что он просто-напросто поскромничал и решил об этом не говорить. Скрыть от нас эту информацию. Я вот подчеркну и немного пример приведу, что имеется в виду под прозвищем. Вот, допустим, Александр Дальпьера. Есть? Александр Дальпьера. У него было прозвище Пентурикио. Почему такое прозвище? Потому что хозяин Ювентуса на тот момент, где он играл, очень любил творчество. А это знаменитый какой-то художник. И он говорит, что это Пентурикио. Ну, естественно, Дальпьера был настоящим виртуозом. Поэтому я думаю, что это прозвище ему подходит. У Куарежмо, Рикардо Куарежмо, португалец, да. У него прозвище Гарри Поттер. Я тоже понимаю, почему. Потому что волшебник, реально. Его правая нога творит нереальные вещи. Я думала, что у него шрам на лбу. Нет? Нет. Или очки носит. Классный футболист. И понятно, почему, мне кажется, вот такие вот прозвища. Есть ли в команде прозвища в шерифе? И какие они? Нет. Я знал. Я знал. Муса. Муса Капитан обычно называл меня генералом. Круто вообще. Хорошее. Есть ли какое-то забавное прозвище в команде у кого-то? Не знаю. Не знаю. Ты тоже не хочешь знавать, мне кажется. Я продолжу гнуть свою линию, когда следующий гость придет, я узнаю про все это. Ну, круто, круто. Генерал, значит, у нас генерал на месте. Так, такой вопросик. Тебе 18 лет. Ты молодой парень, естественно, гораздо моложе всех нас, находящихся здесь. Не страшно ли было тебе уезжать в другую страну в таком юном возрасте? Ну. Нет, на самом деле это не было сложно. Я понимал, для чего я это делаю. Я покинул свою страну для того, чтобы пробиться в Европе, доказать всем, что я хороший футболист. Ты помнишь тот момент, когда тебе позвонили и сказали, слушай, так и так, братанчик, можно перейти вот тут в Шериф, в футбольный клуб, будешь играть в Европе, твои эмоции. И как это было? Я был очень встревожен, когда узнал, что мной заинтересовался футбольный клуб Шериф, так как в Европу, из этой части Африки, где я жил, очень тяжело пробиться. Я очень много молился, и когда все документы были готовы, я был рад продолжить свою карьеру тут, в Террасполе. Это твой первый, получается, профессиональный контракт? Да, это мой первый контракт. Так, на что потратил первую зарплату? Часть зарплаты я отправил семье на родину, часть потратил на себя, а еще часть отложил. Слушай, мне кажется, на самом-то деле, наверное, так каждый бы поступил бы. Я помню, когда к нам приехал легионер из Бразилии, звали его Алан. У нас невысокие зарплаты на тот момент были, и он процентов 90 заработной платы своей, ну, учитывая, что он жил на базе, питался, он отсылал в Бразилию, туда, и мы говорим, каким образом, как ты, он говорит, семья для меня это все. Я думаю, что это вне зависимости от национальности, это действительно разлука, и благо, что в тот момент, когда я еще играл, тогда не было такая современная связь, взял и позвонил сейчас. Радует, что вы можете пообщаться, и можешь воссоединиться хотя бы таким вот образом на просторах соцсетей со своей семьей. Друзья, это голевая передача, и у нас на очереди рубрика «Вне игры». Мы в этой рубрике говорим о хобби нашего гостя, о то, что он любит, ну и, конечно же, много всяких интересностей из личной жизни тоже будем узнавать. В числе, да, будут вопросики. В Гане говорят на английском, мы в этом уже можем убедиться. Да, твой одноклубник, Диагак, когда приходил, он говорил, что как бы французский, да, но еще есть национальный язык, язык у них, называется он Волов. У вас в Гане есть какой-то национальный язык именно? Чи. Так интересно звучит? У нас девиз нашей радиостанции «слушай свое радио». Давай без перевода на английский, просто на своем вот чи скажи «слушай свое радио». Как это будет звучать? Мунтирадио. Да, я сам знаю, да. Мунтирадио? О, это круто. Так звучит хорошо, возьмем к себе диджеев, да, но пускай разговаривают, очень круто. Ну, давай теперь так. Мунтирадио. Да, класс, надо переписать. Ну что, теперь немножечко о личном. Ты, парень, молодой, красивый, видный, высоченный, есть ли у тебя девушка? Да, у меня есть девушка, она осталась там, на родине. Она иногда жалуется, что я ей мало времени уделяю. Я говорю, что все время тренируюсь и прошу, чтобы она не обижалась. Вопросики по поводу музыки. Какую музыку ты любишь? Я разную музыку люблю, но в основном национальную, южноафриканскую. Ты слышал что-то про песенный конкурс Евровидения? Правильно, потому что он футболист, какая музыка вы знаете? Ну, в общем, на самом-то деле это очень крутой музыкальный песенный конкурс, туда довольно-таки сложно попасть. И есть ребята, которые живут в Приднестровье, по крайней мере, родом из Приднестровья, они участвовали вот в этом конкурсе. И достаточно круто участвовали, занимали даже призовые места. Вот смотри, это группа Доредос. И сейчас Доредос где-то икает такие, ребята, а мы скажем им, это наши друзья, мы обязательно скажем им, что нашему ганскому защитнику понравилось ваше творчество. А есть еще одни ребятки, это целая группа, называется Насанстрок Проджект, и может быть даже она где-то тебе попадалась, просто ты никогда не думал, что эти парни из Приднестровья. Они нереально, нереально крутые, прям, ну, прям вау. Так, я заметил, да? Понравилось? Момент, да? Смотри, у него получается этот вот, саксофон, давай представим, саксофон, есть, да? Мне кажется, ты будешь даже пластичнее, чем я. Да, класс, класс. Потом получается вот так как-то, да, вот он, о, вот так, так, вот так, да? Окей, окей. Так, давай, поехали, три, четыре. А, он только бедрами, только бедрами, только бедрами. Ух ты, как он. А, о, в другую сторону. Класс. Круто себе, брат. Знаешь, знаешь, что самое интересное, что на этом не заканчивается вся эта история, мы просто с тобой поразминались, мы с тобой размялись, сейчас будет самое интересное, это прям, прям, жгучая штука. У нас есть такое мероприятие, наверное, в Гане тоже есть, наверное, но свадьба. А давай спросим, скажи, пожалуйста, есть ли в Гане свадебный какой-то традиционный танец, вот именно свадебный, который все обязательно на каждой свадьбе танцуют? Ну, да, да. Так. Да, в Гане есть танец, который танцует на свадьбах. Я последний раз танцевал его, когда был совсем маленький. Мы начнем готовить тебя к... Сейчас готовить будем. Будем готовить тебя к твоему... к своей свадьбе. Настоящей, национальной свадьбе. Есть у вас, конечно, этот танец, но мы хотим, чтобы когда ваши сердца все-таки воссоединились, когда... Частичку Приднестровского ты все-таки привез. Ты отправился по великому и могучему Днестру, ты станцевал. У нас ни одна свадьба не проходит без пеленицы. Пеленица, это даже не переводится никак. Пеленица. Это просто караул. Скажи, пеленица. 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 Ну, да. Она настолько же сложно произносится, настолько сложно она танцует. Но там как все происходит? Идет свадьба, идут конкурсы, идут всякие тосты. А вот потом, значит, музыкант включает эту пеленицу, причем эта пеленица может длиться до 30 минут. То есть 30 минут, может быть, и час люди танцуют просто в кругу. Это танец, и это вообще, мне кажется, не каждый футболист сможет справиться, потому что там физическая нагрузка просто нереальная. Да простят меня чемпионы мира по пеленице. Я, конечно, азербайджанец с молдавскими корнями, получается. Я могу где-то ошибаться, но приблизительно вот так оно все происходит. Шеф, давай музыку. Вот, смотри. И про ножку не забываю мою, видишь? Я там... Видишь? У меня носочек всегда, носочек. А-а-а. Да. Пожалуйста. Следующий. Сейчас ты будешь тоже сначала ее, я посижу, построю на вас. Но ты же заметил, да? На самом деле ничего сложного. Самое главное, когда носочек, видел, как я носочком этим? То есть мы... Оп! Оп! It's not difficult. You see the move? Just... Ну, почти. Почти, сейчас попробую. Давайте сначала на мое. Сначала. Я уже запыхалась. Две минуты, я уже запыхалась. Это кошмар. Старый мы с тобой, Ларчик. Так, тык-тык. Так, тык-тык. Вот. Поехали. И давай быстрее. Фаста. Фаста. О, и по кругу. Эть, эть. Идем, идем. Во! Да и рак, тарак, тарай. Вот это я уже понимаю. Неси брынзу и стакан вина. Все, что ли? Ну как? А? Устал? Нет? Устал, спроси. Are you tired? No, no, no. У нас рубрика Галаса. Галаса. Рубрика, в которой мы выясним то, что Нана пришла к нам не с пустыми руками. Абсолютно верно. У него есть замечательный подарок для фанатов и для слушателей, и для зрителей. Давайте посмотрим на него прямо сейчас. Слушай, ну вот он. Вот он. Вот такая футболка. Футболка с символикой футбольного клуба «Шериф». Превосходная, хэбэшненькая, яркая, классная, на которой распишется наш сегодняшний гость. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Нана Куамы Буачи. Это защитник футбольного клуба «Шериф». Давайте оставлять автограф для фанатов. Нана, ты автограф и сейчас please translate. Он должен задать вопрос, связанный с его футбольной карьерой, связанный с его жизнью, на который будут отвечать наши подписчики. В инстаграм. Кто ответит первым, тому и достанется это футболка. В общем, все очень просто. Итак, давай вопросик от тебя. Какая моя любимая команда помимо футбольного клуба «Шериф»? Какая моя любимая команда помимо футбольного клуба «Шериф»? Друзья, отвечайте в нашем инстаграме. Там обязательно появится фотография с нашим сегодняшним гостем. Конечно же, мы будем там задавать этот вопрос. Тот, кто первый, ответит правильно, получит футболку с автографом, который прямо сейчас оставляется на нашей... Да, красиво, красиво, точечки какие-то. Очень красиво. Итак, эту футболочку мы разыграем обязательно в нашем инстаграме, в инстаграм-радио «Интер-ФМ». Вот такая красота. Это ж что? Это что? Это футболка. Будем надеяться, что через пару лет эта футболка будет стоить много денег. Самое главное, ее не продавать. Давайте еще раз вопрос. За какую команду помимо футбольного клуба «Шериф» болеет наш сегодняшний гость? Нана Куаме. Бочи. Бочи. Все, вопросики есть. Итак, наконец у нас рубрика «Финальный свисток», в которой есть еще, конечно, парочка вопросов. И один из них такой, достаточно обширный, но мы надеемся, что ты нам на него ответишь. Что для тебя в целом значит футбол? Футбол, если я. В первую очередь футбол – это игра, причем красивая игра. Я в каждом матче отдаю всего себя, и я рад, что я стал футболистом. Первое, что приходит на ум у тебя при слове «футбольный клуб «Шериф»?» Для басти. Да, и все. Мне кажется, коротко и ясно, никому ничего не надо объяснять. И это правда. Хоть и защитники, в принципе, мало забивают, ну, не будем брать, конечно, все архиорамоса, а то вообще больно на голову у человека в буквальном смысле этого слова в плане того, что забивал очень много голов головой. У защитников чуть другая функция, они не нападающие, но все же, есть ли какое-то определенное празднование гола у тебя? Забил гол и побежал праздновать. Ну, Криштиану это «си», да, а у тебя, может, что-то другое? У меня есть определенный ритуал, когда я забиваю гол, я обычно танцую. Можно попросить? Можно попросить? Давай визуализируем ситуацию, визуализируем. Вот, давай, вот, давай, я на воротах, вот здесь, забивай гол. Пожалуйста. Пожалуйста, дай мне мяч. Вот ворота, вот ворота. Забивает гол и празднует, как он там празднует, его традиционно празднование. Давай. Ну, как хочешь, жумопа, не жумопа. Давай, пенальти. Уоу! Ей! Глаз, красиво, красиво. Потанцевал, потанцевал драгоценный «Нано» у нас здесь, показал южно-африканские движения, это было горячо. Мальчики и девочки, это было классно. Смотрите на телеканале ТСВ, как это выглядело вживую, по радио могу вам только пообещать, что это было превосходно. Что, у нас такой вопросик. Следующая домашняя игра против «Зимбру». Классическое противостояние в молдавском футболе. Давай, может быть, позовем всех на футбол на твоем родном языке. На национальном. На национальном. Что в переводе означает «приходите, друзья, на футбол». Слушайте, ну классно, классно. Заметила, как ему легко. Какой текущий язык. На английском сложно разговаривать, на родном просто потекла речечка, а не речь, это классно. Давай по-приднестровски. Да, просто немногие поняли, мы, конечно, перевели им. Давай так, у нас очень такой язык всесторонний, можно так назвать, и приднестровский действительно, он есть уже, приднестровский даже разговорник есть, есть приднестровский язык. Есть определенные слова, которые понятны только нам, здесь, как говорится, людям на районе. Поэтому сейчас будешь за нами повторять некоторые слова, и тогда многие болельщики поймут, что действительно нужно идти на футбол. Ты готов? Пацаны и девчата, айда на футбол. Пацаны и девчата, айда на футбол. Пацаны и девчата, айда на футбол. Отлично, теперь сейчас еще одну фразу выучим. Болеем за наших. Отлично, пацаны и девчата, айда на футбол, болеем за наших. И еще раз, пацаны и девчата, пацаны и девчата, айда на футбол, болеем за наших. Классно, классно. Хорошо, друзья, все на футбол, уже на всех языках планеты. Позвали мы на футбол и на одном языке нашего дорогого защитника, на Накуаме Буачи, и, конечно, на преднестровском языке. Тоже позвали. Это был подкаст «Голевая передача». Мы говорили о жизни, музыке и футболе защитником футбольного клуба «Шериф» на Накуаме Буачи. Спасибо и до встречи на игре. Спасибо, бро.